Машина нашей съемочной группы увязла в грязи по пути на съемку. Парадокс в том, что в тот момент они ехали снимать сюжет как раз о дороге между деревнями Янгорчина и Ачакасы Вурнарского района. Репортаж Ольги Пырычкиной. Нашей съемочной группе пришлось изрядно понервничать. На кону был выход сюжета в новостном выпуске. А жителям деревень Ачакасы и Рунга Вурнарского района приходится так нервничать каждый день. У них на кону порой жизнь. Дело в том, что между их населенными пунктами есть двухкилометровый участок дороги, ремонт которого не ушел дальше с щебеночного слоя. Ездить по нему невозможно. Объезжать приходится по полю, где и застряла наша машина. Внучка заболела, температура 38, ну почти 39. Вызвали скорую, а скорая звонит обратно к нам домой. Как мне доехать? Когда мы вызываем скорую помощь со стороны Хирпоси, в нашу сторону вообще нет дороги. Поэтому приходится вызывать. Вот они едут через Канаш. За это время проходит очень много времени. Ну человек, который вот в крайне, когда нуждается в скорой помощи, может и умереть. Автобус, школьный автобус чуть не перевинулся. Дети чуть инфаркт не получили. Дорога здесь была, однако сработало извечное российское правило. Хотели, как лучше, а получилось, как получилось. Летом прошлого года республика выделила деньги на ремонт. Вот Дурстрой выиграл конкурс и приступил к работе. В прошлом году началось строительство, было выделено 153 миллиона. Но своевременно не освоили деньги, не закончили ремонт дороги. Дорогу разбили. В итоге недоделанные километры отрезали людей от рабочих мест, школ, больниц, садиков. У меня есть ребенок садиковский. Мы не можем из-за состояния дороги доезжать до садика. И ребенка не можем отправить в садик. У нас не только мой ребенок, у нас еще есть садиковские дети. Где-то человек, наверное, 10 наберется. Удивительно, но оказалось, в бедах местным жителям винить можно только погоду. Деньги на этот участок появились только после уточнения бюджета в июне. Пока шли конкурсные процедуры, наступил август, а уже в сентябре наступили холода и постоянно шли дожди. Из-за чего подрядчик и прекратил работы, которые должны были продолжаться до ноября. Все работы были перенесены на этот год. Тот контракт был расторгнут. И в этом году, начиная с апреля, начались процедуры торгов по данному объекту. И 18 мая были заключены уже контракты. Буквально на следующей неделе подрядчики приступят к работе. И по плану в июле месяце все ремонтные работы на участке дороги Ачекасы-Янгорчина должны быть завершены в этом году. При необходимости в июле мы вернемся посмотреть на отремонтированную дорогу. И надеемся, что не застрянем при этом. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.